Да-да, друзья, вы на канале Алик Спортивный. Наконец-то мы дождались начала групповой стадии Лиги Чемпионов. Сегодня поговорим о расписании первого тура, интересных фактах и затронем тему шансов. 6 сентября Челси приедет в Загреб биться с местной командой, которая сняла скальп в отборе с трёх соперников. Оба коллектива одержали победы на выходных. Челси обыграл Вестхэм, а Динамо Риеку 3-1. Хорваты занимают в чемпионате первую строчку, имея преимущество после 8 туров 8 очков, а англичане на 6 месте. Ранее клубы не пересекались. Да лондонцы их порвут, говорите вы. А я скажу, что Динамо не проигрывает дома 18 игр. К тому же шашечные имеют серию из 4 побед. Один влиятельный букмекер даёт следующие коэффициенты. 7 против 1,46. В любом случае победят синие, так как это прозвище относится к каждой команде, а быть может будет ничья. Через 2 часа в группе Е в Зальцбурге прозвучит гимн Лиги Чемпионов. Наверняка местная команда устроит свадьбу Фигара гостям из Милана. Клубы встретились между собой в группе 1994 года. Итальянцы выиграли две встречи с общим счётом 4-0. Настрой должен быть хорошим, так как Зальцбург в выходные обыграл Ватенс 2-0, а Милан в 233-м дерби Интер 3-2. Участник Лиги Чемпионов от Австрии в своём чемпионате на 1 очко опережает Ласк после 7 туров. Красно-чёрные же по пятам преследуют в серии А на поле. Австрийский коллектив перед игрой имеет 6 побед к ряду, а итальянские коллеги 8 игр не знают поражений. Отведут ли Миланцы классический австрийский десерт Понш Краффен, узнаем скоро. Букмекеры дают Милану небольшое преимущество 3,4 против 2,1. Наверное, потому что отсутствует Ибрагимович очень близко к ничей. Если так и произойдёт, тогда у Челси будет 3 очка. Милан и Зальцбург наберут по очку, у Динамо будет абсолютный 0. В двери стучится группа Ф, а я напоминаю о необходимости подписаться на другие наши каналы. На Ютубе нестабильно, а там всегда вовремя найдёте наши выпуски. В столице Шотландии совершит мягкую посадку действующий чемпион турнира. Команды встретились в Лиге чемпионов 80-х, но последний поединок прошёл 10 лет назад, когда Реал обыграл Селтик 2-0 в товарищеской игре. В выходные Белозелёные одолели вечного соперника Рейнджерс 4-0, а Мадридцы обыграли Белозелёный Бетис 2-1. Оба коллектива лидируют в своих чемпионатах. У шотландцев преимущество в 5 очков после 6 туров, а у испанцев в 2 очка после 4 игр. Ух, хорошие победные серии. У хозяев будущего матча 8 выигрышей, у гостей 6. Смогут ли мадридцы обыграть парней в юбках, знают букмекеры. 5-25 против 1-6. Шахтёр приедет в город Ярмарок Лейпциг на первую игру группы F. Ранее клубы между собой не играли. Немцы сильно расслабились после разгромной победы в кубке 8-0 и проиграли в субботу Айнтракту 0-4. Шахтёр же минимально переиграл Рух. Команда Доминика Тодеско затеряла в середине таблицы, где с мушкетом на плече охраняют 11-ю позицию. Горняки после 3-х туров имеют 7 очков, 2 потеряно на старте. Перед очной игрой Шахтёр подойдет с серией из двух побед, а вот букмекеры явным фаворитом пары видят Лейпциг. Коэффициент 1,22 против 11,5. Можем предположить, что Реал и Лейпциг после первого тура наберут по 3 очка, у Шахтёра и Селтика будет 0. «Мы тебя смотрим с самого основания канала», – заявляют участники группы G. «Давай расскажи и о нас тоже». Хорошо. Боруся и Копенгаген во вторник проведут встречу в Доркмунде. Между собой они встречались 21 год назад. После двух минимальных побед немцев в одной из 16-й финала Лиги Европы. Минимальные результаты продолжают нас преследовать, ведь на выходных клубы победили с таким счётом Хофенхайм и Селькиборг. После сечки Баварии Боруся поднялась на вторую строчку, уступая Фрайборгу по разнице голов, а Копенгаген после 7 игр – 6-й в Дании. В случае успеха немецкий клуб может увеличить победную серию до 3-х побед. Букмекеры считают, что явный перевес на стороне гостей – 1,33 против 8. Бэб Гвардиола приедет на родину и перевезёт с собой работу. В 2015 году Севилья дважды проиграла в группе с общим счётом 2-5. На выходных испанцы уступили Барселоне, дома 0-3, а горожане на выезде не сумели победить Астанвилу 1-1. Севилья занимает в Ла Лиге 16-ю строчку, а Сити на втором месте в АПЛ. Севилья не выигрывает 4 игры, а их будущий соперник 7 матчей не проигрывает. Букмекеры считают фаворитом Манчестер Сити с коэффициентом 1,39. Таким образом, Манчестер Сити и Боруся могут набрать по 3 очка, Севилья и Копенгаген окажутся внизу. В Париж к бывшей команде приедет Демария, как его встретят мы не знаем, но точно можно утверждать, что последняя официальная игра ПСЖ и Ювентуса состоялась 25 лет тому назад. А в 2017 году команды провели товарищескую игру, все три последней встречи остались за старой сеньорой. В субботу ПСЖ поиздевался над Нантом 3-0, а Ювентус оступился с Ферентиной 1-1. Парижане делят первую строчку чемпионата Франции с Марселем, но это временно. А туринцы после пяти туров шестые. К очной игре команды подойдут с беспроигрышными сериями. У хозяев поля 20 матчей, у гостей 5. Чувствует мое сердце, что будет ничья, но букмекеры не верят в Ювентус, наградив его слабым коэффициентом 8,2. В Лиссабон через всю Европу прилетит Макаби Хайфа и впервые в истории встретится с Бенфикой. На выходных команды победили в своих чемпионатах с одинаковым счетом 2-1. Бенфика первая в Португалии, Макаби на второй строчке. Португальский клуб выиграл последние 15 матчей. У израильтян 5 игр без поражений. Букмекеры считают, что победа у Лиссабонцев уже в кармане. Следуя этой логике, получаем. У ПСЖ и Бенфики будет по 3 очка, у Ювентуса и Макаби 0. Смотрите наш ролик о шансах на победу в каждой группе ЛЧ. До встречи!